Жилое помещение должно находиться в том населенном пункте, где расположен ФАП. Средства можно использовать при приобретении или строительстве дома, либо на уплату первоначального взноса или погашения основного долга по ипотеке. Трагический случай, связанный с гибелью водителя автомобиля от удара током, произошел в Иркутском районе. В садоводстве «Кедр» на мельничном тракте водитель «Кран Борта» при разгрузке строительных материалов стрелой задел провода, в результате чего произошел пожар. Ранее аналогичный случай произошел в поселке Пивовариха. Там при выполнении работ водитель бетононасоса задел частью раздвижного механизма линию электропередач. От полученных травм оба мужчины скончались на месте. Благодаря нацпроекту «Комфортная городская среда» вместо заброшенного пустыря в 84-м квартале Андарска появилось новое общественное пространство. Также продолжаются работы по благоустройству 13-го микрорайона. Проект предусматривает ремонт внутриквартальных проездов, обустройство парковочных карманов, установку детских и спортивных площадок. Ключевое условие проекта по формированию комфортной городской среды вовлеченности и активность жителей. Проект реализуют с 2017 года. За это время удалось благоустроить более 100 дворов и еще около 20 общественных территорий. Идейные вдохновители, архитекторы, дизайнеры и контролюры – это сами ангарчане. Потому что их детям играть, им самим здесь отдыхать, им ходить по этим тропинкам. И поэтому главная задача решится только тогда, когда мы вместе будем думать, как сделать комфортным вот эти вот маленькие островки для них радости и счастья. Суд постановил убрать свалку по дороге в садоводство ветеран до декабря текущего года. Свалка расположена в границах лесного фонда, поэтому все, что находится на территории участка, должно убирать Министерство лесного комплекса и его подразделение Усть-Кутское участковое лесничество. Последних по результатам нескольких судебных разбирательств назначили ответственными за вывоз мусора с территории лесного фонда. Сейчас работа по устранению свалки ведется активно, но только в стадии переговоров. Учитывая, что зимой вывозить мусор сложно, работы должны начаться в ближайшее время, чтобы не нарушить сроки. Горы мусора протяженностью около 100 метров – дело рук дачников и жителей близлежащих кооперативов. По дороге в город они захватывают собой мусор, но не довозят его до контейнерной площадки. На сегодня достигнута определенная договоренность по тому, когда начнутся работы. Региональный северный оператор в лице спецавто зайдет на уборку и на рекультивацию, на вывозку частичную. Только после того, как дирекция иркутских дорог, региональных и областных, уберет полосу отвода, которая тоже захламлена отходами. В 17-й школе Братска началось строительство большой спортивной площадки. Сейчас подрядные организации готовят почву под новые тренажеры и покрытия. На устройство площадки из городского бюджета направили более 4 миллионов рублей. Уже в следующем году на другой стороне улицы запланировано строительство еще одного объекта. Место, которое вскоре станет центром притяжения молодежи, посетил мэр Братска. Преображается школа и внутри. Заведение малокомплектное – 160 учеников. Сейчас, по словам директора, учреждения готовятся к новому учебному году. Идет покраска стены полов, а также побелка и замена напольного покрытия. Стараемся в любом случае все для детей, чтобы было комфортно учиться. В этом году у нас делает стадион. Планируется футбольное поле, баскетбольное, волейбольное для детей не только нашей школы, но и для всех жителей поселка индивидуальной, может быть, даже Южного Подуна. Субтитры создавал DimaTorzok